Анна сдаёт экзамен по вождению. К этому испытанию она почти три месяца готовилась в автошколе. Девушка уверена, помощь специалиста в таком важном обучении просто необходима. Она пробовала готовиться к тесту в домашних условиях, но самому тяжело учесть каждый нюанс. Читала, да, пробовала, но всё равно где-то я что-то не поняла, где-то это, где-то так. Всё равно учителя узнаешь, спросишь, как бы, а так самому, мне кажется, тяжело. Раньше для того, чтобы получить права, каждому необходимо было пройти через курс автошколы и предъявить свидетельство. Однако с 12 апреля благодаря поправкам приказ получить желаемое удостоверение можно и без курсов. Достаточно просто сдать экзамен. Лица самостоятельно подготовившихся по категориям А, Б и под категориям А1, Б1 сдают экзамены в регистрационных и экзаменационных пунктах, размещенных в зданиях государственных корпораций, то есть в специализированных экзаменах. В данный момент у нас здесь более тематологи нет. Поэтому лица, кто хочет самостоятельно получить, пожалуйста, самостоятельно обобщаться и в акционе специализированно всё это сдавать с вождением и теоретический экзамен получать близких студентов. Несмотря на такое упрощение процедуры, госавтоинспектор уверен, автошколы не должны потерять посредних клиентов. Скорее всего, это будет молодёжь, а люди, которые более-менее подходят к этому по-серьёзному. Но всё равно автошколу уже не обучаются, опытные инструктора, преподаватели. Человек, взявший правила дорожного движения, всё равно некоторые нюансы не поймётся. Поправки в приказ распространяются только на четыре категории. Для водителей тяжёлого транспорта по-прежнему обязательное обучение. Между тем в автошколах жалуются. Учеников по сравнению с прошлым годом стало в два раза меньше. Сегодня наша тема представляет собой очень интересную систему знаний, получения. Называется она «Информационные знаки». Вера Антонова преподает начинающим автолюбителям азы водительского искусства. Учеников нынче совсем немного. Связывает это педагог и с экономическим кризисом, и с поправками в закон. Говорит, учащиеся всегда делились на два типа. Те, кто стремится к знаниям, и те, кто торопится получить свои права. Вторая категория сейчас чаще всего учит дома. Однако педагог уверена, даже если визуально запомнить все правильные ответы на тест, это не даст необходимого уровня подготовки для будущего водителя. Существует такая программа, подобная в дорожной полиции, которая рассматривается. И даже они могут отвлечься от выдачи моих знаний, и просто зрительным восприятием увидеть те недочёты и сдать экзамен с первого раза. Но это уже не обучение, так скажем. Поэтому, я думаю, большей частью проходит в домашнем варианте недостаточная система для отработки практических навыков. Опыт педагога подсказывает, такие послабления обязательно повлияют на дорожную безопасность. Да и на самих водителях скажется. Для управления мощными автомобилями, которые сейчас колесят по городу, нужны практика и хорошая подготовка. С этим согласен и председатель экзаменационной комиссии. Это мощные автомобили, мощная техника. Сейчас мотоцикл очень мощный. И я не согласен с законом, потому что человек, который проходит практику дома, без обучения соответствующих инструкторов, которые имеют огромную практику, человек садится за руль мощного мотоцикла, который ведет со скоростью 180-190 км в час, и не имея практики, это неправильно. Сейчас без окончания автошколы можно получить право на управление легковым автомобилем, мотоциклом, квадроциклом и мопедом. Ближайший пункт для сдачи экзаменов – спецсонд в Караганде, где могут ответить на все интересующие вопросы. Светлана Ребедева, Сергей Бадани, Новости Тимиртал.